Что вы скажете о секс-игрушках? Кости, камни, фишка такая позднеевропейская. Гусы какие-то вытянутые, там, птички, лошадки. Вы можете пойти в магазинчик и купить там все, что хотите, там, в миллионе вариантов. Сто лет назад было не так. Надо было лично как бы все это руками сделать, да? От полигами к моногами. Это все очень-очень туманно. Они не умеют, им порно показывают обезьяне. Ну, как-то же они плодились. О сексе древних людей. Археологи не связывают. Вот втроем они лежат. Двое на спине, один на животе. В серединке тетка, по бокам два мужика. У одного маска такая, прямо эта красная на лице. У этой тетки в зубах лошадиная кость. Вот это прикольно. Почему вы, собственно, спрашиваете, что это какое-то там ага-ага-ага там. Получилась такая фигня. Наша программа «Встал вопрос» еженедельно выходит на канале RTVI. В комментариях вы часто писали. Так, а где Станислав? Где Дробышевский? Он бы поспорил. Мы услышали вас и решили снять выпуск про историю человеческой сексуальности со Станиславом. Меня зовут Елена Кирсанова. Это видео-подкаст «Встал вопрос». Станислав, добрый день. Здравствуйте. Откуда мы узнали о сексе древних людей? Ну, если честно, мы не узнали ничего. То есть, на самом деле, наши сведения о прошлом до чрезвычайности ограничены. Потому что источники – это кости, камни. Ну, на поздних этапах какая-нибудь там наскальная живопись, какие-нибудь фигурки. Ну, и такое сильно косанное – это этнография. То есть, когда мы смотрим, как было у каких-нибудь австралийских аборигенов, и то столетней давности, которые очень плохо описаны, и что-то на самом деле было, тоже вилами по воде. Или какие-нибудь индейцы в Южной Америке, там, не знаю, бушмены в Калахаре, кто-нибудь такой. Ну, вот, из этих обрывков пытаемся понять, что было, скажем, 40 тысяч лет назад. Ну, или там, 50, 100, в общем, не суть дела. И, как правило, это все очень-очень туманно. Вот, поэтому я, если честно, до последнего отникался от этой передачи, если что, потому что, ну, в основном мы не знаем. Но тут есть такой момент. Некоторые вещи мы точно знаем, что так не было. Вот как оно было на самом деле, мы не знаем. И вообще есть еще такой момент, что человеческое поведение, оно почти целиком и полностью определяется воспитанием вообще-то. То есть у нас врожденных форм поведения чрезвычайно мало. И то, что, например, называется инстинктом размножения, инстинктом не является. Ну, если человека не учить размножаться, он не будет уметь размножаться. Это даже и у обезьян этого нет, у высших, у человекообразных, ну, какой-нибудь там шимпанзе-гориллы. Поэтому, когда в зоопарке, допустим, они живут, ну, более-менее в изоляции, между собой там не шибко много общаются, ну, их там мало, допустим, в штуках. Ну, вот, а потом им надо размножаться, они не умеют, им порно показывают обезьяне, чтобы они научились. То есть даже у обезьян этого нету, что говорить про человека. Поэтому обобщение в духе, что у древних людей было так-то, это от балды. Потому что древние люди были очень разные, смотря в какое время, да, там, одно дело это австралопитеки, другое дело пятикантропы, третье неандертальцы, 25-е сапиенцы. И смотря какие сапиенцы, то есть одно дело это в Африке, в Азии, да и даже, там, не знаю, в одной и той же Африке, там, три точки возьмите, уже будет не одинаково. И зависит это будет от миллиона факторов. А на что мы тогда можем опираться? Вы сказали, что мы точно знаем, чего не было. Чего тогда точно не было? Ну, мы по факту знаем, что люди выжили, ну, по крайней мере, мы, да, и мы вот как бы размножались и пришли к тому, что пришли. Вот, поэтому у них все было как бы оптимальным образом построено. То есть, наверное, были какие-то персонажи, у кого было и неоптимально, но они вымерли, и их больше нет с нами. Вот, ну, например, мы знаем, что у неандертальцев по сравнению с сапиенсами гораздо чаще было близкоростное скрещивание. И они там женились, выходили замуж за буквально-таки братьев и сестер, там, в лучшем случае, троюродных. Ну, в некоторых группах там тоже не везде и не всегда, вот, но у многих это так видно. И по морфологии, то есть мы на костях, допустим, видим, что у них какие-нибудь врожденные отклонения из вот этого близкоростного скрещивания. И по палеогенетике, потому что сейчас же есть палеогенетика, и там, где у нас из одного места есть несколько геномов, ну, а сейчас-таки уже есть места, мы видим, что там повышенная гомозиготность. Ну, гомозиготность, это значит, что родители были одинаковые. То есть папа и мама были вот прям такими родственниками, что оба набора генов от одного и другого родителя строго одинаковые. И вот у них это было. А у наших предков такое тоже встречалось иногда, но все же гораздо реже в каких-то эксклюзивных условиях, когда вот они там вынуждены были, сидели в какой-то там дикой изоляции, ну, как-то вот иногда. А гораздо чаще сапиенсы прямо с самых первых этапов, ну, там, 40 тысяч лет назад условных, старались выходить замуж и жениться на ком-то сильно отличающемся, кто вот прям вообще другой. И у наших предков гетро-зиготность повышена. Когда мы смотрим, допустим, в одной и той же могиле или там три человека лежат, или там два человека лежат, а они уже разные. Их по рожим видно, что они не очень-то родственники. И когда мы генетику смотрим, то видим, что папа и мама были вообще неродственные. Какие-то вот прямо с разных сторон тундры пришли и тут вот встретились, поженились. То есть вот мы видим, что у сапиенсов близко родственного скрещивания, ну, тоже было иногда, но гораздо меньше, чем у неандертальцев. Вот такие вещи мы отследить можем. Когда люди ушли от беспорядочных половых связей? То есть от полигамия к моногамия? Ну, были ли они, эти самые беспорядочные, на самом-то деле? Ну, что значит, люди опять же ушли? Мы людьми стали, ну, прям такими совсем сапиенсами, там, порядка 50 тысяч лет назад, ну, я так все округляю, да? Хома 2,5 миллиона лет назад, но до этого мы тоже были хоть и не людьми, но уже двуногими астропитеками, а до этого бегали по деревьям. И вот чтобы понять, что было там, ну, по костям там мало чего понятно, если честно, но мы можем посмотреть на современных приматов, потому что, благо, у нас современных приматов дофига и больше, и они, ну, в каких-то аспектах повторяют вот это предковое состояние. Ну, по крайней мере, видов много, можно сравнительным анализом что-то там посчитать. Вот, и поэтому мы видим, что не было никогда беспорядочного ничего. Вот, даже лемуры, которые вообще полуобезьяны, которые вот прям недоделаны, и у них мозгов почти нету, и там гладкие мозги без зазвили, без ничего. Но вот у них все равно есть все-таки какие-то пары. Вот, то есть совсем беспорядочного не имеется. А когда это нам кажется, либо нам это кажется, потому что мы этих обезьян держим в зоопарке, и они там все уже с кукухой поехавшие, ну, вот, либо, ну, мы это дело наблюдаем недолго и не понимаем, что происходит. Ну, например, первые исследователи макак или там шимпанзе, которые вот в зоопарке смотрели, видели, да, беспорядочные связи абсолютно, там, жуткую агрессию, там, убийство направо-налево, все такое. Но когда стали все то же самое изучать в природе, оказывается, что не все так беспорядочно вообще-то, потому что, ну, там, от вида к виду варьируют, да, но есть какой-нибудь там альфа-самец, он всех остальных самцов гоняет, и как бы там особо не пускает, и там, ну, в общем, угорел, горем. У шимпанзе там более все-таки парное, там, не строгая моногамия, конечно, вот, но, тем не менее, близко к этому. Вот у гибонов прям строгая моногамия, вот, ну, так, визуально, по крайней мере. Там тоже, если разбираться в генетике, чьи детишки, там, половина, оказывается, не от того отца, который воспитывает, вот, но, тем не менее, как бы, по видимости, вот они там парочкой как бы все время обнимаются. Поэтому, вот, смотря так, мы видим, что совсем беспорядочного у нас не было, ну, ближайшие, там, 60 миллионов лет примерно. Вот. Ну, а у человека что угодно бывает, очевидным образом, в разных обществах, там, от культуры это сильно зависит. Но если брать статистику по, как бы, человечеству в целом, то тоже вот эта же серийная моногамия, в общем-то, и вырисовывается, как самый частый вариант. Как у шимпанзе, по большому счету. Ну, в общем, и не странно, потому что шимпанзе, они к нам самые близкие. Вот. Но это, опять же, просто статистика. То есть это не значит, что в каждом обязательном случае это будет так. Потому что, как я уже сказал, врожденных форм нету. И реализуется оно в зависимости от конкретных условий. То есть, например, если, не знаю, там, идет какая-то бесконечная война, и там все мужики погибают, вот, будет гаремная система. Будет, там, пять мужиков и, там, сто теток, да, вот они, там, всех этих теток поделят на гаремы. Ну, и поскольку они без конца воюют, у них в голове, там, мега-эрархичность, вот, они будут, там, вот, такой патриархат, как бы, устраивать, такой жесточайший. Ну, по крайней мере, на вид, как бы, визуально. Когда дома, там, жена будет его сковородкой гонять только так. Ну, и не одна, причем, их там толпа, вот. Но про это никто знать не должен. Это, как бы, вот, за пределами стенки. А если, допустим, наоборот, у женщин суперповышенная смертность, ну, где-нибудь, там, в Тибете, в Гималаях, где, там, ужасные условия, а женщины делают все, вот, а мужики нифига, ну, вот, а женщины еще рожают детей, там, в ужасной антисанитарии, там, привеченном дубаке каком-то, да, и пониженном кислороде. Вот, ну, человек так жить вообще по-хорошему не должен. У них там есть свои адаптации, конечно, но, как бы, смертность у женщин запредельная. Женщин мало. А мужиков много, потому что, ну, не сильно много они там что делают и воюют. Вот. Ну, они какие-то караваны там водят, но, в принципе, не напрягаются. И получается полиандрия, когда у женщины, может быть, много мужей. Вот, тем более, когда мужики еще и караваны водят за-вперед, то она-то сидит на месте, ну, с дитями она там не разбежится особо далеко, ну, какой-нибудь там сакли. А мимо проходящие караваны, у нее там пять мужей, вот, они за-вперед там бегают друг за другом. Вот. И там не факт, что они друг про друга знают, в принципе, ну, наверное, кто-то знает. Вот. Ну, и, в общем-то, и пофигу. Вот. И получается вот полиандрия. Так что такое тоже может быть. Но чаще все-таки такая более-менее, опять же, серийная моногамия, ну, потому что она просто технически, математически, экономически выгоднее. Ну, потому что если мужчина заботится о женщине с дитями, он повышает вероятность выживания собственных этих генов, да, этих женских генов, ну, и, как бы, популяция сохраняется, как минимум, а еще лучше растет и распространяется. А если, соответственно, разгильдяй и там куда-то дальше убежал, то женщина одна, а ребенка, может быть, и не вырастет. И, соответственно, вот эти генные безответственности, они математически в следующем поколении будут с меньшей вероятностью. То есть нарожать-то он может, как бы, дофига этих детей от разных женщин, ну, и они ему нарожают, понятно. Ну, вот, но только, как бы, выживаемостью будет никакая. Что вы скажете о секс-игрушках? Использовали ли их древние люди? Мы этого не знаем. Это вот как раз тот случай, когда мы вообще не в курсе. Потому что, ну, как это узнать? В археологических раскопках, при раскопках находят много всякой фигни. И есть, прям, это уже такой штамп фактически среди археологов, такая банальнейшая шутка такая вот заезженная, что любая непонятная какая-то вот фигня, любая непонятная фигня, это ритуальный объект, символическая какая-нибудь там штуковина. Ну, и если это что-то более-менее вытянутое, тут же кто-то обязательно находится гарантированно, который говорит, это фаллический символ. И начинает там рассказывать, что это какая-то там игрушка. Ну, вот. Но нет, на практике, да, бывают какие-то вытянутые там птички, лошадки, там еще что-нибудь такое. Ну, может быть. Но еще зависит сильно от интерпретации. Вот мой любимый пример, правда, не совсем с игрушками, но в тему. Есть некая пещера, в которой есть царапульки на стенах, там, глина какая-то и такие прям царапины. И вот, значит, туда залез какой-то исследователь, искал наскальные всякие изображения и нашел, собственно, вот эти царапульки, долго на них смотрел и нарисовал пририсовку, где, значит, среди вот этого, как бы, каши, этих царапулек, обнаружилась фигура человека. Красота, здорово. Значит, чуть-чуть погодя, туда в пещеру залезла исследовательница, такая прямо современная, подбираешь, феминистическая, фиг знает. Но залезла, и мало того, что ту же самую фигуру человека, так еще и такой прям мужика, вот, возбужденного такого обнаружила и тоже пририсовку красивую нарисовала. Вот. Сразу видно, что это, значит, исследовательница была. Вот. Спустя некоторое время туда, там, еще через, там, 20, что ли лет, залез третий исследователь, который уже был такой непредвзятый и просто нормально это дело исследовал и 100% доказал, уже там, тросологически, что это царапины от когтей медведей, которые там просто устраивали берлоги и стену корябали, когти отточили. Вот. Ну, где-то в темноте они там шарились, как бы выход искали, и вот получилась такая фигня. Ну, это вообще сплошь и рядом в пещерах, вот эти царапины медведей на стенах бывают на глине. Вот. И никакого мужика, и тем более, там, мега-возбужденного мужика там не было. Вот. Но первый увидел, вторая прямо много чего увидела, прям ей хотелось, очевидно. Вот. А нет, медведи ничего такого в виду не имели. Вот. Это к вопросу о том, откуда у нас это вообще информация. То есть не надо свои представления и мысли навешивать на древность. Что у них там было, это как бы большой вопрос. Поэтому, когда находят вот что-то такое там условно-фаллическое, они могли это использовать, как, я не знаю, там, грузик для прялки, там, для сетей, еще что-нибудь, там, какую-нибудь затычку для бурдюка какого-нибудь там из кожи, там, чтобы, я не знаю, там, какой-нибудь квас хранить. Вот. Еще что-нибудь из этой серии. Когда, допустим, изображения наскальные есть, да, людей, голых, да, если мужики, опять же, они такие прям мужики. Но, опять же, если эти люди бегали голыми, им, как бы, они что видели, то и рисовали. Вот. И вот он голый, как бы, вот я рисую голого человека. Потому что нету одежды, в принципе, допустим, да, в это время, в этом месте. Ну, что есть, то нарисовал. Вот. Это не значит, что они этому придавали какой-то там мегасексуальный подтекст. Вот. А современный исследователь, который там сидит где-нибудь вообще на другом континенте и в жизни там на месте, где-то, может, не был, да, хоть бы даже и был, ну, в любом случае, там прошло, не знаю, 20 тысяч лет, вот. И он какие-то свои представления там 20-го, 21-го века на все это дело навешивает и рассуждает, какие они, значит, там были сексуальные или там асексуальные, или там возбужденные, невозбужденные. Это как бы фигня, если честно. То есть, может, они про это и думали даже наверняка. Ну, как-то же они плодились. Ну, вот. Но мы, если честно, не знаем, потому что из рисунка это ничего не следует. Вы сказали о том, что люди раньше ходили голыми, они рисовали то, что видели. А тогда с каких пор люди стали прикрывать свои гениталии, и это стало чем-то стыдным, неприемлемым? Ну, на самом деле, и до сих пор не сильно стали прикрывать многие, то есть, ну, в таком условном, как бы, цивилизованном мире, как бы, да, но это фишка такая позднеевропейская, строго говоря, и даже не вообще европейская, именно позднеевропейская, ну, где-то там с раннего железного века, условно говоря. Нежели посмотреть на наскальные рисунки из той же там Испании какой-нибудь, ну, которая тоже в плане всей Европы, там, неолитические, мезолитические, они там все голышом бегают. Ну, тепло, как бы, зачем одеваться? Да, я не знаю, еще в 19 веке крестьянские дети, допустим, там, до полосозревания тоже, в общем, часто голые бегали практически, ну, маленькие, как бы, что их одевать, как бы, на них переводить сукно, вот это вот, да, я там задолбаюсь, это все там, лен выращивать, чесать, прясть, чтобы вот этого ребенка там на полгода одеть, а потом все равно вырастет, нафиг, как бы, пусть так бегает. Ну, вот, и как бы и нормально, никого это не колохало совершенно. Вот, поэтому, если климат теплый, а 99% населения планеты всегда жило в теплом климате, их это не парило вообще никак. Это на глазах, кстати, меняется замечательно, то есть, вот, Бутовская, скажем, есть такая Марина Львовна, она катается много-много лет уже, там, чуть не 40 лет, наверное, в Танзанию изучать датогов и хадзе. И вот, когда она еще, там, 20 лет назад ездила, они все были голые и по саванью рассекали, вообще не парились совершенно. А теперь, как бы, к ним 20 лет уже исследователи катаются, ну, и она сама, вот, они все время видят одетых людей, ну, там, рядом города какие-то выросли, да, там, оружие какая-нибудь, ну, они, там, не сильно людей были, конечно, но кто-то там до них добирается иногда. И они теперь уже чаще одеваются, ну, вот. То есть, когда я, вот, там, был несколько лет назад, они уже все одеты, ну, с какой-то, там, тряпьё китайское, там, какие-то, там, через пятые руки до них дошедшие, да, и видно, что им, в принципе, эта одежда нафиг не нужна, честно говоря, потому что, там, такой идеальный климат, это, вот, прямо экватор, и, там, хорошо. Вот, они идеально приспособлены к этому климату, ну, не нужна им одежда. Но, вот, уже, как бы, западное тлетворное влияние, как бы, на них тоже распространилось. Ну, или, там, если это какие-то колониальные места, там, чаще всего это просто насильственное было, когда приходили какие-нибудь, там, миссионеры из Англии, говорили, ой, нехорошо голыми бегать, там, австралийским аборигенам, да, или, там, индейцам каким-нибудь южноамериканским. Ну, вот, ну, и те говорили, ну, наверное, нехорошо, вот, потому что у них ружья, как бы, ну, будем делать, вот, как они говорят. И тут же стали резко одеваться. Но, тоже, им это было, не надо. Кстати, сплошь и рядом, опять же, за этнографией известно, что, как только эти миссионеры, там, уходят куда-нибудь за околицу, тут же все, там, раздеваются и живут нормально, как бы, и вообще, они не парят с этим ни малейше. Ну, вот, то есть, вся наша эволюция, ну, там, с обезьян и до современности, это когда мы были голыми, вообще-то. Вот, одежда, исходно, ну, там, тоже никто, честно, не знает, вот, но, по крайней мере, для сапиенсов была, скорее, украшением, то есть, это была не одежда, а, там, бусы, как бы, да, какие-нибудь, там, эти, браслетики, что-нибудь такое, какая-нибудь фигня. В качестве тепла она оказалась впервые востребованной у неандертальцев, судя по всему. Ну, потому что они в ледниковом климате жили, ну, как бы, в ледниковом климате нужно одеваться. Ну, даже, скорее, не у неандертальцев, у их предков, там, у гильдсбергенцев еще, ну, там, условно, там, 400 тысяч лет назад, где-то, там, плюс-минус, в это время, когда вот начались ледниковые периоды, стало прям конкретно холодно. Вот, сапиенсы так продолжали рассекать голыми. Вот, кстати, что характерно, все верхнепалеолитические изображения людей, все голые, абсолютно, даже если это ледниковый период, даже если это, там, вот, кости северных оленей, леймингов лежат, да, песцов, а изображения всех людей голые. Вот, ну, потому что зимой-то по улице, наверное, они в одежде ходили, ну, и, в принципе, у нас есть скелеты, которые одеты, на самом деле, там, Сунгирева самая известная, там, в какой-нибудь Мадлине, там, вот, скелетики, и на них куча-куча украшений, которые явно на одежду нашиты, и там прямо здорово эта одежда реконструируется. Ну, это когда, как бы, холодно. А если тепло, ну, зачем? Вот, и, опять же, есть примеры этнографические, аналогичные, ну, например, в Северной Америке индейцы, североамериканские, вот, на момент прибытия европейцев зимой ходили в одежде и умели, как бы, да, практиковали эту одежду нормальную, делали теплую, хорошую. Вот, но летом, как только становилось нормально, они раздевались и ходили просто абсолютно голые. Ну, потому что не надо, как бы, ну, вообще, изготовление одежды у пробытного человека – это крайне муторный процесс. Это вы можете пойти в магазинчик и купить там все, что хотите, там, в миллионе вариантов. Ну, вот, это, там, сто лет назад было не так далеко. Там, опять же, надо было лично, как бы, все это руками сделать, да. А в Верхнем Палеолите неподавно. Что вы скажете насчет Красной Троицы? Археологи связывают раскопки с сексуальностью так же? Археологи не связывают. Не надо вот этих подстав. Связывают неграмотные журналюги на самом-то деле. Ну, Красная Троица – это вообще идиотское словосочетание, потому что далеко она не такая уж и красная. Вот, ну, то, что Троица – да. Вообще, речь идет про погребения в Дольних Вестойницах. Дольние Вестойницы – это шикарнейший памятник Верхнего Палеолита в Чехии, где на берегу речки народ примерно 26 тысяч лет назад, ну, на самом деле, тысячи лет подряд, там, 26 тысяч – это вот цифры, которые у меня в голове, ну, там разные дозировки для разных мест, замусорил этот берег на несколько километров отложениями, ну, мусором, строго говоря, там мамонтов просто вот сплошняком лежит, и очень мало жилищ, что наводит на мысль, что это не место проживания, это место тусовок, которые туда вот люди приходили, тусили, какие-то там условные короборы устраивали, совершали какие-то ритуалы и сваливали. И там много ритуальных примамбасов. Там вот как раз есть фигурка женская такая прикольная, из глины сделанная, есть фигурки из бивня мамонта, ну, вот, кстати, там одна, вероятно, мужская, ну, там такое лицо очень характерное, ну, фиг знает, может, и не мужская, ну, вот, там какие-то носорожики глиняные прикольные, там, и куча-куча там всякого барахла, и несколько погребений. Ну, там есть погребения тоже прикольные, шаманки потенциальные такое суперскорченные, мужика там такого полускорченного. И вот это вот, самое известное, троица, где три скелета в таком условно вытянутом положении лежат, двое на спине, один на животе, и из них в серединке тетка по бокам два мужика. Вот, ну, правда, в последнее время почему-то там стали говорить, что это тоже вообще тетки, вот, но нифига, это мужики по-невидим на самом деле. И, как бы, вот они лежат, но анализ самих скелетов показалось, что с очень большой вероятностью это два брата и сестра. Ну, вот, то есть они просто отродня, они, правда, реально похожи. Ну, черепа там не сильно похожи, но потому что они патологические, они все три с патологиями. Причем у этой тетки там вообще какой-то ужас, то есть у нее какое-то там ужасное заболевание, врожденное, генетическое, я не воспроизведущее название, оно какое-то мудреное, вот, и это приводило к тому, что у нее руки-ноги все какой-то разной длины, там, пропорция сегментов искаженная, все какое-то кривое, там, узлами завязанное, лицо какое-то страшное, кривое, там, зубы вот так торчат. Ну, а из современной патологии мы знаем, что у нее был ихтиоз, то есть это шелушащаяся такая кожа, причем чешуйками, англопеция, когда волосы пучками такими растут, какие-то залысины, вот, лицо какое-то опухшее там с такими узкими глазками, какими-то припухшими, ну, не как у нормальных монголоидов, да, когда все как бы так должно быть, а вот именно какое-то такое вот патологическое. И вот она вся какая-то ужасная была. А два братца у них было примерно то же, но в облегченной версии, потому что, ну, как бы генетика-то та же, но вот с таким синдромом мужики вообще не живут, в принципе. Ну, у них, поскольку облегченная версия, там, перекосило, но не так ужасно. Вот, поэтому у них ограничилось просто глухотой и с большой вероятностью слабоумием. Ну, и вот они, значит, по возрасту, там, условно, там, плюс-минус 20 лет, ну, где-то, там, от 18 до 21, по-моему, что-то такое. Ну, они все, примерно, там, одного возраста, там, с какими-то интервалами, там, в год-два. То есть, в принципе, для братьев-сестер, как бы, самый раз получается. И вот втроем они лежат. Причем у одного из них, там, маска такая прямо эта красная на лице, ну, прям налепленная от души, действительно такая корка. Ну, причем даже как, там, красная, она вообще-то гипсевая, белая, а снаружи покрашена красная. Там, и на голове, вот, на макушке. Ну, там, где-то какая-то охра, значит, у этой тетки в зубах лошадиная кость, кусок ребра какого-то, вот. Тоже за кембесом не очевидно. И все это было закидано ветками и немножко даже сожжено. То есть, оно такая, как бы, условная кремация, ну, такая, как бы, типа кремация. Ну, вот. Короче, жесть вообще полнейшая. Ну, и вот эта мысль, почему вы, собственно, спрашиваете, что это какой-то там ага-ага-ага, там. Это потому, что один из этих скелетов, который, ну, если сверху смотреть, левый получается, он в такой вот позе лежит, и у него одна из рук попала на таз этой женщины, которая в серединке. Это не говорит вообще ни о чем. Ну, и там, на самом деле, чохры посыпаны, но там ног чохры посыпаны. Вот. Вот, и еще там куча барахла какого-то вокруг. Вот. То есть, их вот так вот бросили в яму. И как он там упал, так он, в общем-то, и упал. Ну, вот. Тот, который правый, например, у него рука вот здесь сзади. Это не значит, что он сзади счесал. Вот. Это значит, что вот так он упал, как бы. Вот. И сама по себе небрежность этих поз. Вот. В сунгере, например, они ровненько лежат. Там видно, что их старательно укладывали. Ну, вот. А здесь бросили как попало. Закидали ветками и сожгли. Ну, вот. И почему вот эта вся композиция так образовалась, никто, как всегда, не знает. Но то, что вот эти самые персонажи, они перекалеченные, больные и там слабоумные. Ну, кстати, эта девушка почти гарантированно была со слабоумием. Но вот показывает, что что-то там сильных сексуального, скорее всего, не было. Потому что она такая страшная была, что просто е-мое. Ну, вот. От нее все шарахались, скорее всего. Тут интереснее это то, что они как раз до этих условных 20 лет дожили. Вот это прикольно. То есть их, значит, ну, то, что они такие все перекалеченные, да, ну, от рождения, видно было прямо на момент рождения уже. И тем не менее их растили, там, вот эти, да, 15, 18, 20 лет. Их кормили, поили, выращивали. И каких-то там сильно, там, ну, не знаю, там, пищевого стресса, там, чего-то такого, по ним не видать на самом деле. Ну, там, их не до конца нормально исследовали, на самом деле, там, могли бы и получше исследовать. Но, тем не менее, работа-то есть. Вот. И, в принципе, развитие, ну, кроме того, что у них генетические отклонения так-то как бы нормальные. Ну, вот. Вот это интересно. Значит, они их, в принципе, там, ну, там, от 15 до 20 лет любили, на самом деле. Вот это прикольно. Ну, вот. А уж как они там в могилке оказались? Не знаю, там, милины объелись. Ну, вот это нам неизвестно. Спасибо, что развеяли мифы, ответили на вопросы. С вами были Елена Кирсанова, Станислав Дробышевский. Это видео-подкаст «Встал вопрос». До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!